Исход боя вот с таким счетом. Ну и снова на экранах у нас Вячеслав Лемешев. Теперь мы посмотрим финальный поединок против финского боксера Рейми Виртанина. Финны вообще не самые частые гости, как скажем, на ринге. Безусловно, есть у них боксеры, но это такое обычно разовое явление. Повезло на некоторой степени Рейми Виртанину с расписанием на этом турнире. Но об этом всегда приходится говорить, когда мы Олимпийские игры обсуждаем. Нет понятия рейтинга, нет понятия посева боксеров. И вот у него были соперники из Танзании, Польши и Ганы. Все, что выигрывал по очкам, выиграл он очень упорно, 3-2. А поляка Витольда Стахурского он просто нокаутировал. Снова Левша против Лемешева. И посмотрите, какая причудливая стойка у Виртанина. Куда-то наклоняет корпус даже за заднюю ногу. Из такого положения сам он пробить, конечно, не сможет сильно. Ну, обычно на такого посмотреть боксеры говорят неудобно. Ну, и вот, пожалуйста, собственно, практически первое попадание Лемешева. И оказывается на полу. Смотри, мы вернули. Ну, это первое, что можно сказать, неудобное. Но он и... Он ничего не принимает. Ничего не представляет, как боксер для Лемешева. Ну, почему я говорю, что странная стойка, еще и собственный центр тяжести перемещает, опять же, за заднюю ногу. И тут даже не самый сильный удар может тебя сбить с ног, а прокинуть. Но вот еще одно падение. Время Виртанина. Правый навстречу. Это его коронка была, Лемешева. Оп! Рефер считает, что еще что-то должно продолжать. Ну, формально там не такие сильные были удары. И не было проблем у Виртанина, чтобы встать. Но преимущество, конечно, явное здесь у Лемешева. Знаете, возможно, это самый легкий для него бой на Олимпиаде. Третье падение. Вот это уже, скорее всего, будет нахал. Да, здесь уже и Виртанина не может сам встать. Нужны даже врачи. Ну, это уже то, что, в общем, боксеры шутят, часто называют. Тоже выключил свет. Да, вот в такой манере Вячеслав Лемешев становится олимпийским чемпионом. Затем выиграет он еще три крупных турнира. Чемпионат СССР и дважды будет чемпионом Европы. Да, верхний минус серьезно досталось. Я, кстати, думаю, что, может быть, арбитру рефери имело смысл прекратить уже после второго нокдауна. Ну, в данном случае рефери только, ну, свою интуицию надо было считать. Хотя, вот эти два нокдауна, олимпийские игры, может быть, и рано. Ну, пришел к Селяре, ему видно, он пришел к Вячеславу Лемешеву поздравить. Ну, вот так, смотрите, четыре из пяти поединков на Олимпиаде Лемешев закончил нокаутами. Просто для современного бокса показатель вообще невероятный. Но где-то бокс изменился в своем стиле. И эта классика показывает, что это высший уровень спортсмена. Ну, сейчас нам предстоит увидеть еще церемонию награждения. Вячеслава Лемешева как раз будут награждать. Заметим, что здесь бронзовые медали достаются американцу Марвину Джонсону и представителю Ганы, принцу Амарти. Серебряным призером становятся Рейма Вилтонин, ну и Вячеслав Лемешев, олимпийский чемпион. И точно так же, как и весовой категории до 57 килограммов, где чемпионом стал Борис Кузнецов, точно так же ровно через Олимпиаду советская сборная выигрывает золото. В 1956 году Геннадий Шатков, в 1964 Валерий Попенченко и в 1972 Вячеслав Лемешев. Кстати, после этого успех будет уже только у российской сборной в 2004 году чемпионом Олимпийских игр в Афинах станет в этом весе Гайдарбеков. Ну и увидите, что несколько отличается даже сценарий проведения церемонии награждения. Сейчас наоборот, чемпиона последним вызывают сначала призеров, а здесь все наоборот. По-моему, Вертонин так счастлив, что его Лемешев не убил в финале. Вот именно от этого вот так радуется и поднимает руку. С Вистом встречают Марвина Джонсона, зрители. Ну и принца Марти из Ганы также выходят на пьедестал. Вот таким был боксерский турнир на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. И для вас эти соревнования прокомментировали Михаил Буткин и Алексей Андронов. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ